Ваше поколение предпринимателей больше нравится, чем те, которые сейчас? Нет, мне нынешние больше нравятся. А почему? Понимаешь, наши более заскорузлые, более уже зажатые, более... Понимаете, это наше поколение, это те люди, которые добились многого по старым правилам. А сейчас мир насколько динамично так изменился, что старые правила уже не работают. Соответственно, они не актуальны и придерживаться старых правил смысла как бы нет. Соответственно, это же вопрос такой, к чему ты устремлен, в будущее или в прошлое. Если почивать на лаврах, то да, со старым поколением очень комфортно рассказывать, а помнишь, а помнишь. А с молодым поколением нету никаких регалий, нету никаких как бы на равных. И в этом плане молодое поколение дает мне челлендж, вызов. А как вы относитесь к тому, что ваши коллеги плюс-минус вашего возраста, тоже, которые пошли в медийку разные, тоже по-разному себя правил, кто-то поет, кто-то клип снимает. Очень толерантно и терпимо отношусь, особенно в последние годы. Ты знаешь, я почему еще люблю более молодую аудиторию, потому что как бы раздвигаются границы. И нету единственной истины, что кто-то вот так говорит и нужно правильно так действовать. Я сам себя ловил много раз, особенно в инвестиционной сфере, на таких ситуациях, когда я думал, ну что за идиоты, кто это купит? А потом выяснялось, что это круто взлетело. Я такой, так, понятно, деньги у них, они у меня, значит, скорее всего, идет я. Это было с биткоином, это было с этериумом, это было с NFT, это было с другими там IT-компаниями, которые я не верил вначале и говорил, что за идиоты. Поэтому я для себя понял, вообще нельзя ставить какие-то барьеры и говорить, вот это правильно, вот это неправильно, там кого-то осуждать, тем более. Я далек от этого.